Партнеры третьего сезона проекта «Жми, худей, смотри» на первом городском сеть комфорт-фитнес-клубов «Голдфитнес», медицинский центр «Медис Приокский», а также центр снижения веса доктора Гаврилова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирать себе одежду очень тяжело. Хочется прийти в магазин, потратить на себя всю зарплату и жить красиво. Почти сотни претендентов и всего четыре места в проекте, поэтому каждый попытался удивить жюри. В ход шли даже стихи. Два сезона посмотрела, постранить я захотела. Под контролем строго Жени стану стройной и спортивной. Позабуду про варенье, торты, сладости, печенье. Возлюблю творог, кефир, рыбу на порог и сыр. Набрал я за год лишний вес. В жиру растворился из кубиков пресс. Одежда мала, потеют подмышки. Огромных размеров стали лодыжки. Хочу вернуть белую форму, чтобы выполнять ночную норму. Правда, среди претендентов на участие были и те, кому наша помощь в ближайшие годы вряд ли понадобится. Меня зовут Куликова Евгения, мне 21 год. Мой рост 160 сантиметров, вес 55 килограмм. Пришла на камеру, потому что поправилась после родов. Я мама в декрете, у меня 7-месячный ребенок. Потому что мне мой парень сказал, не выйдет за меня, ну вернее, не возьмет меня в жены, пока не похудеет. Своих 45. Но одного молодого человека мы заметили сразу. Он выделился из толпы размером одежды 4XL, по-русски 70-м. А напольные весы не смогли показать его вес. Эти весы не хотят зашлинивать мой вес. Хорошо. Еще раз. Они значатся до 150, значит, мы весимы до чуть-чуть выше 150. Это значит, что цифра на весах больше 150 килограммов, точнее 158. Объем талии молодого человека 141 сантиметр, при этом возраст Вячеслава Шишкина всего 19 лет. Вот чем я питаюсь в обыденном буте. Чипсы. Макароны быстрого приготовления. Пирожные. Как говорится, хлеб маслом не испортишь, но в моем случае это яичница. Тут я немножечко положил маслицу, прям размазал по сковородке в большом количестве. И сейчас я начну закидывать яйца. Без соли – это еда невкусная. То есть в любом еде, то есть макароны, рис, яичница, неважно. Всегда соли побольше, чтобы она такая прям солененькая была. Без этого невкусно. Обычно я играю в онлайн-игры и одновременно ем. Я какое-то удовольствие, скорее всего, получаю от этого. Мне даже кажется, в какой-то определенной степени, то, что сладкое – это какой-то определенный наркотик, который подсаживает человек. И со временем, если он постоянно употребляет сладкое, с него очень-очень сложно потом слезть. Устал от того, что приходится покупать в магазинах для больших людей. Хотелось бы уже наконец-то к концу проекта хотя бы, чтобы я мог просто приходить в магазин, выбрать, что мне нравится, одеть, купить и идти в этом довольно домой. Вот мой любимый пиджак. Он еще мне достался от папы. Проблема в том, что я его ношу как накидку. Мне очень бы хотелось, чтобы я мог его хотя бы застегнуть. Я надеюсь на то, что в конце проекта я, наконец, смогу вернуться к нормальной жизни, такой, как и у всех людей. И, может, найду, скорее всего, свою любовь. Зовут меня Наталья. В общем, вес мой, как говорит моему, 100 килограмм счастья. Пришла я к вам, потому что он не может от счастья на руки поднять. А эта участница покорила жюри своей харизмой. Наталья Строгановой 35 лет. Вес ровно 100 килограммов. На первый взгляд Наташа из-за лишнего веса не страдает. Да и о какой грусти может идти речь, когда дома так уютно и вкусно. А еще вдвойне приятнее, когда твои интересы, любовь к еде, разделяет самый близкий человек – мама. Блинчиков мы пекла. Мы их очень любим. Они такие вкусные. Для деревенских творог родственники прислали. Сметана. О, сейчас все нажарим. Вкусно. Скусняшечка будет. На сливочном масле. Все деревенское, натуральное. Любим вкусненькое поесть. Любим очень выпечку. Тортики печем. Манты делаем очень такие. Вот тоже, знаете, наверное, да? Вот, там мясо, картошечка, все это так соусом. Так эти все смачненькие, зидоркосненькие, да? Вот у меня печалька случилась. Собственно говоря, она мне еще налазила. Так, полгодика назад, наверное. И сейчас уже все. Не могу здесь тягнуть. Никак. Никак, никак, все. О, рекорд, смазывается, не забыли? Бутербродик с икорки-то. Люблю повеселиться, особенно пожрать. У нас собака тоже любит поесть. Ей тоже надо что-то дать вкусненького. Дусенька. На, Рая, девочку, на-ка тебе. Ой, какая вкусняшка. На, я пошла. Я, пожалуйста, блинчики. Давай, доченька, давай. Те самые румяные положите. Те со сметанкой или с вареницем хочу? С вареницем, вот те розетки, да-да. Так, надо еще увидеть. Слышь, картошечку. Купила какую-то, попробуй, дай вкусно. Наверное, я купила себе калезеточку. Халла в шоколаде. Дай картошку. Ну, я так полюбила. Для меня едает удовольствие, конечно, как, наверное, для любого человека едает удовольствие. Особенно приходишь вечером, мамочка, что-нибудь вкусного наготовит, сядешь, наешься, вкусненько. То есть, как-то так. Не знаю, может, проблема с том, что мы еще вкусно готовим. Если, кажется, и вкусно готовим. Может, не так много ели. Ну, придется, конечно, отказаться, так как я на проект попала. То есть, ну, будем себя держать в руках. Будем есть огурцы. Несоленые, помидоры, свежие. Курицу вареную. Придется увидеть дальше, что случится. Еще одна участница проекта по сравнению со своими товарищами по диете тяжеловесом не считается. Вес 21-летней Светланы Бекуниной – 82 килограмма. Вот только 30 из них девушка набрала после замужества. Всего за пару лет. В один момент мне удалось похудеть до такого состояния, когда весила 55 килограмм и была 44 размера. Но даже тогда мне казалось, что я была очень полная. Но сейчас, когда мне сказали, что придется, возможно, показать вам фотографии, какая была раньше, я сегодня пересмотрела все свои фотографии и заплакала. Честное слово. Я тогда думала, что я такая толстая, а сейчас понимаю, что толстая на самом деле я сейчас. Сейчас я покажу вам свой гардероб. В эти вещи я влазила ровно два года назад, а теперь не могу смотреть на них без слез, потому что ни одна из них на мне не сходится. Ну, вот, собственно, начнем мы, наверное, вот с этой вот рубашечки. Когда-то я ее носила на работу. Одна из моих самых любимых рубашек. Я вам даже это сейчас продемонстрирую. Главное, чтобы она по швам не разошлась, пока тут я ее надеваю. Ну, вот, собственно, вот. Обидно, когда ты следишь за своей фигурой и знаешь то, что ты выглядишь отлично и стараешься покупать вещи, соответствующие твоему внешнему виду. Тратишь на них немалые деньги, а потом что-то происходит в жизни, и потом они становятся все малы. И самая показательная вещь в моих гардеробах – это моя самая любимая юбочка, которую я носила, ну, так же года два-три назад. Собственно, Наталью я даже не буду пытаться ее примерить, но вот на ногу, например, можно. О, на ногу практически как раз. Купить еще одно такое, и получатся шортики. Сейчас я вам покажу свой холодильник, покажу, чем я питаюсь. Ну, начнем, наверное, с самого любимого моего блюда. Это деликатес. Готовится очень сложно. Колбаса. Есть еще к ней специальное такое приспособление, называется хлеб. Если совместить и сделать микс из данного продукта, то получится, ну, очень вкусно. Еда – это в первую очередь привычка. На каждый раз, когда я нервничаю, я прибегаю к помощи у великих конфет, которые, опять же, убеждение, что они меня успокаивают. Некоторые люди закуривают свои проблемы, а я заедаю конфетками. Как видите, участница второго сезона – моя любимая подруга. Но я здесь не поблагодарю. Все из-за того, что я жирненькая. И любимая подруга, хоть, собственно, мой проект уже закончился два месяца назад, до сих пор хожу вот с такими вкусными и полезными продуктами, как свежие овощи и куриная грудка. Скажу честно, то, что, конечно, я не сижу на такой строгой диете, на которой я сидела во время проекта, но пищевые привычки совершенно изменились. Если я смогу поесть картофель когда-то, то это будет отварной картофель, две штучки в первую половину дня. Ни в коем случае не картофель фри, который я раньше ела, а сейчас, честно говоря, я не понимаю, как можно в свой организм настолько жирные продукты впихнуть. Но если участница второго сезона, Анна Веденина, уже научилась контролировать свой аппетит, то у ее подруги Светы все только впереди. Кстати, муж героини третьего сезона пообещал, что перейдет на правильное питание вместе с женой. Ведь до свадьбы он был адептом здорового образа жизни. Я пришел к ней в гости, прихожу такой, и раз, конфеточку. А до этого я тоже как бы больше спортом занимался, не кушал никаких конфеточек. Я думал, она любит конфеточки. Я думал, ну, так вот. Пристрастился тоже немножко, и она тоже пристрастилась. Вот так мы друг друга скормили конфеток. И начали кушать конфетки. Пекастом я занимаюсь почти пять лет. До этого я был кондитером. Решил немного перейти на булочки, попробовать себя в булочках. Решил попробовать себя в булочках, и сам каждый день начал эти булочки пробовать. Папа, нам еще долго лепить? Долго и много, чтобы на всех хватило. Четвертый участник проекта Владимир Якубов лишними килограммами обзавелся также вместе со штампом в паспорте. Вместо 75, сейчас уже 120. Пока у меня вот жена на работе, я решил себе устроить праздник живота или прощальный ужин перед диетой, перед полезными продуктами. Берем вилочку, ножик. Но, в принципе, они нам не понадобятся. Курицу надо есть руками. Только руками. Начинаем с кожи. Кожа – это самое вкусное в курице. Это просто балдеж. Макаем. Удивительно. Мы поспорили похудеть. Я похудел. И кто со мной спорил, тоже похудел. То есть, спор, как говорится, была ничья. Ну, килограммы вернулись, привели своих друзей. Хорошо, что соседей не прихватили. Вот моя любимая праздничная рубашка. Ну, что она превратилась. Такая гусеница. Эклеры я готов поглощать десятками. Вот есть такой еролаж, когда герой ест эклеры. Вот мне там надо было сняться. Я бы ел и ел. Ой, как я буду без вас жить. Мои родненькие. Мои сладенькие. Мои вкусненькие. Ммм, какие прям. Мне вот будет всех тяжелее. Потому что я сладкоежка. Мясо жуйка. Рыба жуйка. То есть, я ем все, кроме овсяной каши. Итак, четверо участников отобраны. К финалу они станут меньше. Но их тоже станет меньше. Это значит, что в новом сезоне начинается игра на выбывание. Уже через полтора месяца двое человек будут отчислены из проекта. Те, кто сбросит меньше всего в процентном соотношении. А двое других разыграют между собой главный приз. Как уже запомнили наши телезрители, похудение в проекте не обходится без тренировок. А за них в этот раз в ответе человек, который мучил, ну, я, конечно же, хотела сказать, тренировал меня в первом сезоне. Максим Матрос, элит-тренер сети Комфорт фитнес-клубов Голд Фитнес. Чемпион по пауэрлифтингу. Пропустил второй сезон из-за подготовки к соревнованиям, в которых занял первое место. Стиль работы с клиентами жесткий. Главная цель – 100% результат. Сейчас прям бить буду. Как, 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 как? Вот ты вот так вот делал. Вот так сделай. Лопатки сведи. Вниз. И маятник. Разгибайся. Вниз опускаемся. Дальше, дальше, дальше. Ну, мы маятник. Раз, разгибаемся. Выпрямляйся, говорю. Выпрямись. Славик, сейчас ударю. Как, еще я не знаю. Вот здесь вот, выпрямись. Вот. Получилось. Вот, получилось. Вниз опустись. А теперь нас сделаешь. И сразу вниз. У нас движение всегда должно быть. Пускай медленно, но сразу. Сразу. Я буду очень жесток. Я буду очень сильно от них требовать всяких невозможных штук. Буду придумывать им то, что они никогда ничего не делали. Ну, соответственно, научу их, соответственно, это весьма. И я буду просто их убивать. Как это я люблю. Ноги уже. Больше не могу. Еще раз. Я больше не могу. И еще разочек. Я могу. Ноги уже. Выдох наверху. Нужно терпеть. Преодолевать свою боль. Преодолевать то, что ты говоришь, не могу. Ты говоришь это сам себе. Никто в тебя не поверит для начала. Ты должен сам себя поверить. Как только ты поверишь в себя, ты добиваешься результата. Следующее упражнение. Быстрее. К слову, эту тренировку Максим называет легкой. Наставник участников уверен, они способны на большее. Я прокачаю даже то, что не качается. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо, надо. Как один? Да. Шесть кубиков. Шесть кубиков. Хотя бы два. Да, до начала. Слав, ты что хочешь? Да, курить просто. Просто без куринга все время сходить. А почему ты стоишь? Почему не делаешь упражнения? Потерял цель? Потерял силы, что ли? Дыхание. Дыхание? Куришь? Да. Это еще одна причина, почему мне нужно бросить курить. Ты бросишь курить? Пообещай мне. Хорошо. Пообещай мне. Скажи, я, Слава. Обещай тебе, Максим, то, что я брошу курить. Обещай тебе. Прошу курить. Когда? С сегодняшнего дня. То есть с сегодняшнего дня ты больше не куришь. То есть мы после тренировки забираем у тебя сигареты, и ты больше не куришь. Все. Договорились. Все слышали? Все слышали? Он бросит курить. Сдаваться не намерен? Нет, сдаваться я не буду. Я раз пришел сюда, то я буду до последнего. Не важно, что это за нагрузки будут. Видите ли, еще хуже. И раз пришел, я до конца. Иногда эти килограммы было очень легко. Ложка работы вообще прям приятная. Ножечкой, вилочкой. Руками. А тут приходится потеть. Даже очень хорошо потеть. Кстати, женской половине проекта от своего тренера ждать поблажек также не придется. Не считается такой присед. Мы присед как должны. Палка мешает. Оп. Ну как, это палка не мешает. Мы не наклоняемся, приседаем. Три. Пять. Три, пять. Хороший счет. Все правильно, самое главное. Не считается. Семь. Ага. Шесть. Девять. Двенадцать. Тринадцать. Четвернадцать. Стоп. Двенадцать. Ниже. Все, пипец. Нет, 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 не наклоняемся, а приседаем. Все. Вниз. Я не подела. Снимите с меня палку. Семь. Восемь. Спина. Сейчас опять заново начнем. Спину ровно. Девять. Колени. Десять. Еще четыре. Один. Три. Два. Спину. Еще два. Еще два. Два. Я не могу. Спина. Спину ровно встаем. Сразу поехали вниз. Следующее упражнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Десять. Пошрю. Ничего страшного. Я уже там много раз был. Поехали. Четыре раза осталось. Можно на меня посмотреть, какие у меня суперские впечатления. Очень было тяжело. Очень было тяжко. Но, 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 но. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренировка была очень сложной, но при этом очень энергичной. Я не могу сказать, что я устала. Я просто сбросила пару лишних килограмм. Да, и под конец я заметила, что мой животик втянулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, попасть к одному из наставников нашего проекта, доктору Андрею Политаеву, с ним познакомим вас уже через пару минут, может абсолютно любой желающий. И совершенно бесплатно. Центр доктора Гаврилова объявляет набор в социальную группу по снижению веса. Подробности прямо сейчас. Заедайте стрессы, устали о диет, но похудеть не удается? Ожирение нужно лечить. Центр доктора Гаврилова объявляет набор в бесплатную социальную группу снижения веса. Всего 5 мест. Подробности по номеру 410-20-66. Только в сентябре хорошим друзьям... Карта пополам. Занимайтесь спортом вдвоем в Голдфитнес Солотая Миля. Приобретайте карту Тандем. Постройте свой график тренировок. Платите только за дни, когда тренируетесь. Подробности в отделе продаж 296-0012. Болезни сердца, инсульт, диабет, высокое давление, рак. Эти заболевания могут быть связаны с лишним весом и могут привести к смерти. А вы в группе риска. Пройдите комплексное обследование в медицинском центре Медис Приокский и получите скидку до 15%. Подробности по номеру 215-20-00. За эмоциональное спокойствие участников проекта в третьем сезоне отвечает Центр снижения веса доктора Гаврилова, куда и отправились наши худеющие. Их наставником стал главный врач центра, врач-психиатр, психотерапевт Андрей Политаев. Еще до съемок каждый из участников прошел специальное тестирование, результаты которого показали, каждый из них имеет совершенно разные причины нарушения пищевого поведения. Разберем на примере Наташи. Даже если ее посадить на какую-то жесткую диету и оставить без контроля, она будет постоянно соскакивать с этого контроля. И это не ее вина. Это не потому, что она такая безвольная, потому что у нее просто дисбаланс в определенных долях мозга. У нее не хватает, например, дофамина. Гормон дофамин относится к группе так называемых гормонов радости, удовольствия, веселья и эйфории. Кроме того, именно дофамин толкает нас на подвиги, безумство, открытие и свершение. И пока мы этот дисбаланс не компенсируем, никакие, даже при успешном похудении, где-то запереть ее в четырех стенах, кормить с ложечки, я не знаю, сбросит она вес, выйдет, снова наберет. До тех пор, пока мы не нормализуем дисбаланс в головном мозге, долгосрочного эффекта нам добиться не удастся. В таком случае стоит исключить простые углеводы и алкоголь, стараться употреблять меньше сахара, избегать стрессов и не прибегать к антидепрессантам. Будет полезно употребление куриного мяса, яиц, овсянки и натурального йогурта. Большой плюс – занятие спортом. Подробнее о нарушениях пищевого поведения каждого из героев расскажем в следующих выпусках. Пока же участников ждут тренинги с их наставником. Кстати, на них они узнают несколько хитростей, которые помогут справиться с неконтролируемым аппетитом. Вторая фаланга, длина второй фаланги указательного пальца в китайской медицине называется один цунь. Это мера длины. У каждого он свой. Ваша задача сейчас от пупка – отмерить два цуня вверх, два цуня влево. В этой области находится та точка, которая будет для нас пусковым таким триггером, который будет запускать рефлекс на сокращение желудка, на усиление тонуса мышц желудка. Таким способом абсолютно любой человек может делать массаж желудка перед каждым приемом пищи. И это поможет желудку быть в тонусе, и вы съедите меньше. О таком методе я слышу первый раз. Вот, наверное, буду часто это делать, ну, практиковать, так как я об этом узнала новую информацию. И, наверное, сброшу много-много килограммов и буду топ-моделью. Мы, конечно же, стараемся применять аминокислоты, микроэлементы, витамины. И таким образом нам удается достаточно успешно корректировать. То есть можно, понимаете, назначить антидепрессант, да, который будет, там, блокировать обратный захват серотонина, да. Можно назначить аминокислоту, из которой образуется серотонин. В первом случае мы будем иметь синдром отмены, в случае резкого отмены этого антидепрессанта, длительный прием, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями привыкания, повышения дозы и так далее. Во втором случае мы не будем иметь ничего этого, а эффект будет такой же выраженный. А за здоровье худеющих отвечает уже знакомый нашим телезрителям медицинский центр «Медис Приокский» и его директор, врач-диетолог Ирина Бабенко. Очень приятно, что вы начинаете этот новый сезон в проекте «Жеме, худей, смотри», и надеюсь, что он пройдет плодотворно для вас, ну, и для нас тоже, как для ваших наставников. Я в своем лице от имени нашего медицинского центра буду заниматься, как бы, медицинской поддержкой данного проекта. То есть мы будем контролировать лабораторные показатели, мы будем делать определенное инструментальное обследование. На старте проекта и в конце проекта мы сделаем тестирование вашего питания и посмотрим, насколько оно правильно. Ну, и надеюсь, что в результате вы получите определенные знания, которые вам помогут дальше изменять свои пищевые привычки и идти к той цели, которую вы для себя наметили. Перед проектом каждый из наших новоиспеченных борцов за стройную фигуру сдал все необходимые анализы. Кроме того, участники заполнили пищевые дневники. Как выяснилось, каждый из них потребляет в два раза больше калорий, чем требуется организму. Но скоро это изменится. Я хочу задать вопрос по поводу того, как правильно начать. Мы начинаем худеть, у нас спортзал, у нас тренировки, у нас как бы питание ограниченное. Как сделать так правильно, чтобы у нас не было стресса организма, чтобы мы там какие-то ухудшения здоровья не получили? Ну, для того, чтобы как можно спокойнее прошла адаптация к изменению пищевого режима, необходимо сохранить достаточное количество белковой пищи, потому что это все-таки основной строительный материал, и для восстановления мышц, для достаточного питания необходимо, в общем, чтобы в должном количестве поступали эти вещества. Это первое. Второе. Придется очень четко изменить способы приготовления пищи, то есть исключить жиры, исключить жареные блюда какие-то с большим количеством соусов, искусственного происхождения. И уже это даст хороший эффект. Ну, а для того, чтобы не было стресса, то есть нужно вообще, как бы, достаточно много двигаться, потому что движение – это тоже путь для того, чтобы в организме синтезировался тот самый серотонин, который является источником радости, да, то есть гормон радости. У двоих наших участников, у Светланы и у Володи, набор веса связан исключительно с внешними причинами, то есть это их неправильный образ жизни и переедание. А у Натальи и у Славы это, в общем-то, обусловлено проблемами с эндокринной системой, с которыми мы будем вместе с нашими специалистами и с другими кураторами проекта разбираться. Итак, сезон «Худею к лету» закрыт. Сезон «Худеем к Новому году» торжественно объявляю открытым. По воскресеньям в 10.30 утра. Свежий выпуск проекта «Жми, худей, смотри» каждые две недели. И не забывайте следить за достижениями участников в соцсетях под нашим хэштегом. Жирный, 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 как поезд пассажирный, и жирная ведущая. Чуть-чуть жирная. На массе. Ты снял, что ли? Вот, каждый раз вместо этого я в колесо уходила. Давай, колесо быстрее, 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 Наташ. Оп, и еще одно сразу. Оп, и еще одно сразу. Оп, отлично. Я думаю, что вот это вот снимать не надо. Как я это, да? Как я из него пытаюсь вылезти, пипец какой. К чему же это самое интересное? Ну, кошмар. По домам. Чувствую, что я сейчас на вас кричать буду еще больше, чем на мальчиков. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова